Привет! Вы на канале Rusty Airsoft. В этом видео мы рассмотрим изменения, которые были внесены небольшими патчами для Escape from Tarkov за последние несколько дней. Первый патч за 9 января. Сообщают, что у диких игроков есть шанс спавна с ключницей Jinja и бумажником WZ. Присылают скриншоты с странным оружием у диких. Нужно больше информации и наблюдения за этим. Изменения торговли, бартеров и крафтопредметов вы можете увидеть на экране. Для получения более подробной информации подписывайтесь на нашу группу ВК и новостной телеграм-канал. Все ссылки в описании. Второй патч за 9 января. Были введены изменения торговли некоторых предметов на барахолке. Перечень перед вами на экране. Патч за 11 января. Изменения в убежище, а именно крафт. Перечень изменений перед вами на экране. Изменения у торговцев. Ягерь теперь покупает прицелы, стволы, приклады и крепления. Сумма денег для повышения лояльности ягеря снижена. Для первого уровня с 750 000 рублей до 560 000 рублей. Для второго уровня с 1 500 000 рублей до 1 125 000 рублей. Для третьего уровня с 2 300 000 рублей до 1 миллиона 725 000 рублей. Разгрузочный жилет с бронепластинами 6B3TM-01M поднята цена до 70 397 рублей и лимит теперь одна штука за завоз. Рюкзак Эберласток F5 Switchblade Dryors перенесли на третий уровень барахольщика. Бронешлемы Алтын и Рысь-Т убраны с продажи и обмена у торговцев. Остальные изменения перед вами на экране. При продаже торговцам цена будет немного иной. Цены снизили приблизительно в два раза после критики от игроков. Так что вся информация на данном скриншоте не совсем актуальна. Воспринимайте, что цены изменились либо в плюс, либо в минус. Информация может изменяться, для того чтобы вы были в курсе ссылку на пост оставим в описании, он пополняется в реальном времени. Друзья, поддержите лайком и оставьте комментарий если вам понравился такой вариант подачи новостей. Дай бог вам здоровья и увидимся в Таркове. Субтитры создавал DimaTorzok